У вас еще силы на аплодисменты остались? Я, честно говоря, удивлен. Я и после музея, и книжного магазина, и обеда успел немножко подустать на такой день насыщенный. А вы еще столько спикеров слушали? Ну, молодцы. Те, кто остались, я вижу, что вас стало меньше, это логично. Но это, очевидно, самые мужественные люди, самые решившие. Ну, если уж бесплатно, если уж дают так много, низьим-то хоть понадкусываю. И, на самом деле, на финал приберегли организаторы очень важную тему, очень интересную тему. Тему привлечения капитала в свой бизнес и вложения капитала в чужие бизнесы. Мы много сегодня говорили, я и другие спикеры о развитии бизнеса, о росте, о продаже бизнеса. И есть очень важное препятствие к росту, которое зачастую выставляется главным. А где взять деньги, где взять капитал, а банки не кредитуют, набиули напечатай больше денег и так далее, и так далее, и так далее. И вот поговорим немножко о том, где же и как эти самые деньги можно взять. Я напомню, что из четырех блоков, которые в моем понимании должны быть освоены эффективным бизнесменом, это блок левый верхний, это бизнес как система, бизнес как машина, которая имеет некую стоимость, эффективность, некую программу развития. И, соответственно, чтобы ее развивать, нужен в том числе капитал. И я напомню, что есть такая история, продолжающая мое утреннее выступление, история самоопределения бизнесмена. Зачем вам вообще все это надо, что вы от этого хотите в долгосрочной перспективе. И чтобы с этим определиться, можно поработать с бесплатным вопросником, ссылка на который есть на экране. Теперь, собственно, к теме моего выступления. Когда говорят, денег не хватает, капитала мало. На самом деле капитала в стране совершенно бешеное количество. Денег в стране много. Россия по классификации Всемирного банка high income country, то есть страна высокого дохода. Мы любим поплакаться, что мы бедные, мы несчастные и так далее. Все у нас нормально, чудесно. Денег огромное количество. Например, только долларовых миллионеров. По разным оценкам, есть несколько разных исследований, от 150 до 230 тысяч человек в стране. Причем считали только по финансовым активам. То есть если в Москве досталась квартира на Тверской в наследство от прабабушки, то это не считается. Считаются именно депозиты, фондовый рынок и так далее. Порядка 30 триллионов рублей депозиты физлиц. Причем интересно, что по считанной Минэкономике потребность малого бизнеса в инвестировании, в кредитовании тоже 30 триллионов в год. Как вы думаете, сколько из этих 30 триллионов закрывают банки? Один версия, еще версия. 5, правильно угадали. 5 триллионов из 30 закрывают банки. Еще 250 миллиардов это микрофинансовые организации. Остальное это непаханное поле для частного инвестирования. То есть 30 триллионов лежащих на депозитах. Кредитами малого бизнеса становится только в одной шестой случаев. Другие инвестиции, которые мы с вами делаем, например, вечная инвестиционная мечта любого советского человека – купить однушку, сдать в аренду. У кого есть такой инвестиционный продукт? Однушка, двушка, сданная в аренду. Хорошо, правда? Как-то вот спокойно. Даже если все рухнет, деньги отменят, жильцы будут расплачиваться тушенкой и уже как-то проживешь. Уже маленькую пенсию ты себе создал. Так вот в Москве, например, примерно 18% от всей жилой недвижимости оценивается как сданная в аренду. То есть используемая как инвестиционный продукт. И стоила она до девальвации триллион долларов. Вся жилая недвижимость в Москве примерно сейчас, соответственно, полтриллиона. То есть 90 миллиардов долларов инвестировали наши российские инвесторы в инвестиционный продукт с доходностью 3% годовых в рублях. То есть в те самые жилые однушки, двушки, трешки, сданные в аренду. 90 миллиардов долларов. Много это или мало? Вам для сравнения все прямые иностранные инвестиции в Россию в 2013 году, в докрымском, все Сименсы, все Индезиты, все эти заводы, Фольксвагены и прочее. Это 130 миллиардов долларов. Это была третья цифра в мире после Штатов и Китая. Мы очень тогда, как раз самый-самый пик был прямых иностранных инвестиций. То есть представляете, сколько надо усилий, чтобы все эти Фольксвагены привлечь в страну, и чтобы они свои миллиарды здесь инвестировали. А тут 90 миллиардов однушечки, сданные в аренду. С доходностью, которая даже инфляция не окупает. И разные есть оценки. Здесь, конечно, точно никто не знает. Но до 300 миллиардов долларов оценивают зарубежные капиталы российские. То есть то, что вытащили куда-то в офшоры, в разные интересные прикольные страны. А там доходность уже доходит и до отрицательных ставок. И там просто все совсем очень грустно. Некоторые банды уже выпускаются корпоративные с отрицательными ставками. То есть доплати за счастье прокредитовать какой-нибудь Deutsche Bahn. И доплати за это, допустим, минус 1% годовых. Соответственно, весь этот капитал, это наш русский капитал, который кто-то когда-то сформировал, кто-то как-то его заработал и вложил его под 5% в рублях в депозит Сбербанка или под 3% в рублях в жилую недвижимость. А мог бы вложить в наши с вами бизнес-проекты по 20 или 30 или 50% годовых, но не вложил. Здесь возникает вопрос. Как эти 30 триллионов рублей и все прочее перечисленное сделать именно бизнес-инвестициями? Как сделать, чтобы эти деньги действительно смогли работать в наших с вами бизнесах, в наших с вами проектах? Кстати, поднимите руку, у кого есть какие-то проекты, в которые хотелось бы привлечь финансирование, но из-за нехватки капитала в этот проект пока не двигать? Окей. А кому, может быть, хотелось бы инвестировать какие-то свои деньги в какие-то более высокодоходные проекты, чем однушка и депозит, но вы не знаете, как это сделать, может быть, не задумываясь об этом. Ну вот, собственно, два одиночества уже можно встречать, да, как-то вот это. Как женщина сказала, да, эти коммерсанты идите ко мне, да, вот это. Кто поднимал, что ему инвестиции нужны, кто поднимал, что надо куда-то инвестировать, идите друг к другу. Теоретически все это должна была за нас сделать банковская система. Теоретически. То есть банк для чего существует? Что взять деньги у бабушки под 5% годовых и выдать их бизнесу под 8% годовых, а на оставшуюся 3% жить. Не получается. Неинтересно. У нас был очень интересный спикер в Ранхиксе, когда мы учили инвестиционной команды регионов. Есть такой Дональд Лоу, если где-то увидите его книги или выступление, обязательно сходите. Он у Ли Куан Ю, знаменитого создателя Сингапура, возглавлял офис стратегического планирования. А сейчас он заведует бизнес-школой в университете Ли Куан Ю в Сингапуре. Он такие вещи крамольные говорил. Аудитория – это замы губернаторов по экономике, мэры городов, собственно, экономические команды регионов. Он говорит, ну, конечно, зря вот это все приватизация вы устроили, вот эти вот советские РАО-ЕСы развалили. А посмотрите, дядьки сидят такие, да, 60-летние, которые некоторые сами разваливали, некоторые, наоборот, там рыдали горючими слезами на этих развальных заводах. Они подходят в кофе-паузе и говорят, Глеб, переведите, а никто же английского не знает, переведите. Там впервые иностранный человек в галстуке на английском сказал, что не надо было разваливать советскую промышленность. Он говорит, конечно, надо было, как Дэн Сяопин, аккуратненько, кооперация, фермерство, потихонечку, снизу. И вот этот Дональд Лоу очень интересную вещь сказал. Мы про капитал тоже заговорили, где брать бизнес в капитал. Он говорит, а вы не питайте никаких иллюзий. Во всем мире банковская система все меньше интересуется кредитованием какого-то реального бизнеса. Ну, это очень хлопотно. Вот эти ваши, знаете, трактора какие-то, печенья, которые вы печете, какие-то типографии, прости господи. Все надо изучать, скорить, анализировать, еще не отдадут. Гораздо интереснее, знаете, из одной башни в другую фьючерс на опцион перегнать, на триллиончик другой. И как-то жизнь удалась, и все хорошо. Это не только у нас. Поэтому, например, пару лет назад было очень знаковое событие. Google вложился, купил блокирующий пакет такого проекта, который называется LendingClub.com. Это проект взаимного кредитования, то есть вы там можете сказать, я Маша, у меня есть автосервис, там есть шесть этих моечных устройств, я хочу купить седьмое, мне для этого надо 20 тысяч долларов, банки мне денег не дают, я готова дать вот такую-то процентную ставку. Ну и вы как частный инвестор заходите, я Федя, у меня есть 10 тысяч долларов, я хочу 10 тысяч долларов размазать по каким-то интересным бизнес-проектам. И когда Google в эту историю вложился блокирующим пакетом, народ понял, что это же неспроста, собственно говоря, замена, вот эта платформенная замена банкам, вот эта юберизация, собственно, как приводили только что пример Airbnb, который сильно теснит отели, точно так же банки. А зачем банки, если вот платформа? У нас Альфа-банк попробовал что-то подобное сделать, но там как-то немножко странно. Вы, товарищи, возьмите самую плохую нашу клиентскую базу, которая нам вот совсем никак не годится, мы рисков никаких на себя не берем, мы с корринга никакого не делаем, а доходность мы заберем практически всю. То есть лендинг-клаб берет какую-то копеечку маленькую, маленький процентик, а здесь забираем все. Пока вот что-то я как частный инвестор не очень в это поверил и не зашел. Соответственно, во всем мире банковская система перестает работать как инструмент передачи денег от частного инвестора к бизнесу. И надо придумать что-то другое. И очевидно, вот эта юберизация, вот это спрямление, скажем так, отношений, убирание лишних посредников, оно в инвестиционном процессе тоже абсолютно уместно. И самый лучший, самый логичный инвестор в бизнес-проект это сам же предприниматель. То есть это не бабушка, разумеется, которая должна положиться в Сбербанк и успокоиться. Это мы же с вами. Собственно, я думаю, что даже руки одни и те же люди иногда поднимали, когда я спрашивал, у кого есть проекты, куда хотелось бы привлечь деньги. И у кого есть деньги, которые хотелось бы отдать в проект. То есть у одних и тех же людей лежит банк с долларами под подушкой. И есть такая мысль, что все-таки лучше, чтобы эти доллары работали. И у этого же человека есть недостроенная кондитерская линия, которую надо бы достроить и на это надо бы привлечь денег. И вот эти два одиночества никак не встретятся. Вот сегодня задача моя в эти 50 минут, которые у меня есть, помочь этим одиночеством повстречаться. Сначала посмотрим на это со стороны привлекающего деньги. То есть вы бизнес, у вас есть интересный бизнес-проект, банки вас не очень-то кредитуют, залогов нет, непонятно банкам. Там куча причин, почему они могут не кредитовать этот проект. Не знаю, что проект плохой. Просто по ряду причин это банкирам может быть неинтересно. Соответственно вопрос, как себя подать, как правильно начать общение с инвесторами, кто могут быть эти инвесторы. Частных инвесторов в России много. Есть, я приводил, например, 230 тысяч долларов миллионеров. Из них минимум процентов 10-15 это люди вполне активные, бизнесовые, которые с удовольствием вложили бы что-то куда-то, только вопрос куда. Обычно, когда говорят о привлечении денег, начинают такие тяжелые разговоры про бизнес-планы, что вот надо это все очень долго мучить, написать, это все так очень сложно, надо денег кому-то заплатить и так далее. Реально я не видел ни одного частного инвестора, который для первичного анализа, первичной оценки, как разговора с автором проекта просил бы бизнес-план. Или собирался читать документ для ни одной страницы. Для того, чтобы стартовать и инициировать процесс, нужен очень простой документ, который называется инвестиционный тизер. Что такое тизер? От английского слова to tease – это привлекать внимание, цеплять, цеплялка в буквальном переводе. Это страничка А4, ну может две странички, три, но не больше, которая дает очень краткую, очень выжатую информацию для старта разговора, чтобы инвестор мог посмотреть, сказать, мое, не мое, хочу, не хочу, есть смысл дальше разговаривать, нет. И бизнес-план появляется где-то очень на поздних стадиях, когда по сути уже все обо всем договорились. Это я, знаете, так свой бизнес продавал, я 2 февраля 11 года, в свой день рождения. Так получилось, была встреча с человеком, который потенциально мог это купить. Причем я даже об этой встрече в таком качестве не думал. Была встреча по текущим вопросам, а потом что-то думаю, так, что-то они вот и эту образовательную структуру купили, и эту тренинговую компанию купили, и вот это вот купили айтишное, что-то это неспроста. Я следил разговор и говорю, слушайте, а вот вы что-то покупаете, вот это и вот это, а тут компания есть хорошая, упакованная, классная, корпоративные клиенты красивые, аудит 3 года проходили, ISO внедрено, ну вот, красота. Человек говорит, интересно, почем? Я говорю, ну примерно там вот выручок такая, прибыль такая, мультипликатор хочу такой. Любопытно. Я говорю, давайте приезжайте на экскурсию. Он ко мне на следующий день с финдиректором приехал в офис на экскурсию, а там все красиво, заходит тут, ISO 9001-2008 сертификат висит, тут, значит, CRM, тут тебе продавцы стройными рядами звонят, ну все очень красиво было сделано. Часть К4 я ему рассказывал, как, что, почему устроено, потом пошли в ресторан договорились о цене окончательно, и, собственно, сделка была совершена. А дальше 3 месяца писанины. Соглашения, акционерных, таких, сяких, опционных, всяких, разных, ну, собственно, бизнес-планирования. Но принципиальная сделка была уже сделана. И с частными инвесторами очень часто так бывает. То есть сначала принципиальное решение, да, интересно, да, хочу, кондитерка прикольно, 10 миллионов рублей не жалко, доходность 20% годовых устраивает, вперед, поехали. А дальше уже начинается всякая писанина, как это все правильно оформить. Соответственно, как должен быть устроен тизер. Люди, когда присылают информацию о своих проектах, мы любим очень свое производство, свои компании, свои какие-то технические нюансы, особенности, поэтому страшно грузят своим. Какие у меня чудесные бурбуляторы, как я эти бурбуляторы изобрел, и желательно на большом количестве страниц. Пример подходит на одном из семинаров. Человек в кофе-паузе говорит, у меня есть очень хороший проект, у нас есть производственная площадка, и там можно сделать небольшую мусоропереработку, и там получается так, что мы и электричество продадим, которое получится, и тепло продадим, часть сами поюзаем, еще с гордо деньги за переработку мусора возьмем. Ну, в общем, очень там в несколько раз зарабатываешь. Я говорю, тема хорошая, год экологии тогда как раз начинался, прикручивание вот этих мусорных всех, карьеры и овраги в стране начали заканчиваться, мусор уже девать стал некуда, и пора как-то это перерабатывать. Я говорю, тема прекрасная, более того, я инвесторов такие знаю, которые именно в этой теме заинтересованы. Присылайте страничку. Проходит месяц, а всегда проходит месяц. Это закон. То есть, когда, говоришь, пришли страничку, проходит месяц. И скачиваю почту, и знаете, вот не проходит, что-то просто там не исправляется, и вываливается на мегабайтный такой PDF план мусороперерабатывающего завода. Страничка 600. Я им пишу, не надо план завода, неинтересный инвестор, план завода. Вы одну страничку пришлите, что хотим построить такой-то завод в таком-то городе, денег надо 100 миллионов рублей, доходность ожидается такая-то, гарантии такие-то, залог, не залог, там что-то, экономическая модель, вот все, что надо, чтобы начать разговор. Так я и не дождался от него одной странички, не знаю, построил он в итоге мусорный завод. Другой пример еще курьезнее. Человек тоже подходит в Ставрополь, по-моему, на кофе-паузе. Слушайте, интересная тема. У меня есть такой проект. Изобрел устройство, чтобы диабетику брать пробу крови не иголкой колоть, это заражение, загрязнение, а лазером как-то прорезать и, соответственно, брать пробу крови. Я говорю, это идея или патент, или что? Он говорит, нет, это действующий прибор, у нас есть производство, которое может, наш завод может этот прибор производить. Ну и вот как-то думаем, как развиваться, каких-то инвесторов привлечь. Я говорю, знаете, как минимум вам надо не инвесторов, а сразу крупных клиентов. Вот у меня только что неделю назад прошел семинар для главврачей в одной из очень продвинутых республик российских, и министр здравоохранения, еще толковый продвинутый человек, который всякие новинки такие ищет. Давайте страничку, я зашлю, может, у вас сейчас корпоративный клиент появится сразу на тысячу штук этих устройств. Или, по крайней мере, совет какой-то дельный дадут или с инвесторами познакомят. Проходит месяц, ну, как всегда, проходит месяц. Звонок. Глеб Алексеевич, здравствуйте, я помощник вот такого-то из Ставрополя. А куда к вам можно приехать и взять пробу крови и показать, как прибор работает? Я говорю, не надо с меня брать пробу крови. Не надо мне показывать, как прибор работает. Мне нужна одна страничка, которую я могу заслать министру здравоохранения богатой республики, чтобы он сказал, что он про это думает. И ничего не происходит. До сих пор. Может, изобрел, может, наладил производство прибора, может, не знаю. Соответственно, что должно быть в этой страничке? Не про себя любимых, не про свой прибор, не про свой завод. А должно быть первая, самая главная вещь. Вот здесь такая чудесная, конечно, цветовая гамма. Я надеюсь, что вы хоть что-то видите. Первая суть проекта очень коротенчика. Один абзац буквально. Предлагается инвестировать 15 миллионов рублей в 50% открываемой стоматологической клиники с доходностью 30% годовых и гарантиями от владельца сети и от других клиник сети. Вот, собственно, идея инвестиционного проекта. Коротенькая. Или предлагается инвестировать в расширение кондитерского производства 30 миллионов рублей с доходностью такой-то, с залогами такими-то и так далее. Второе. Рынок. Очень важная вещь. Не с себя, не со своих чудесных изобретений, производственных процессов. Ось по бачте, какие агарные, как выглядят очень многие инвестиционные документы. А с рынка. Рынок эконом-кондитерки. Например, вот на этом Ставропольском примере там как раз Украину отрезали от кондитерского рынка и эконом-сегмент очень здорово начал заполняться российскими производителями. Рынок очень быстро растет, никаких проблем со сбытом. Все. Если есть такой абзац, это можно подтвердить. Отлично. Никаких вопросов. Или, например, рынок стоматологии эконом-класса в Москве недозаполнен. Есть почва для развития этих клиник. Еще уровень проникновения услуг вот такой-то и такой-то. И есть еще почва для того, чтобы эта стоматологическая клиника встала на ноги. То есть первое, что вы должны показать, это не то, что вы молодец, а то, что для того, что вы молодец, есть на рынке какие-то объективные предпосылки к росту, к потреблению. То, что у того, что вы собираетесь делать, есть потребитель. Дальше. Размер инвестиций. Ну, собственно говоря, сколько денег надо, в каком виде, сразу, единовременно или какой-то финансовый поток в несколько платежей. Многие, к сожалению, даже это не могут четко сформулировать. Доходность. Вот это вообще прекрасно. У меня на семинаре эффективный бизнесмен есть. Кусочки, из которых я вам сегодня показываю. Есть такое упражнение. Кто хочет, я этот блог даю в первый день. И говорю, сегодня за ночь, если хотите, подготовьте презентацию и завтра утром, собственно, презентуйте. У вас будет 5 минут плюс 5 минут на вопросы-ответы и вы покажете свой проект, получите обратную связь. Вот один участник презентовал, как это правильно называется, квесты, когда в каких-то странных комнатах странные люди зачем-то странно лазают. Я не очень понимаю, зачем, но явно тема существует. И вот он презентует, говорит, у меня 5 этих квестов, я хочу поставить 6-й, 7-й. Естественно, на инвесторские средства это делать быстрее, чем на свои. Деньг надо столько-то на каждый квест. Его спрашивают, а доходность-то какая? Да вы не волнуйтесь, договоримся, это очень растущий бизнес, там все очень прибыль. Вы не волнуйтесь. Он догадался такой интонацией, знаете, что это пилите швуры, пилите, вы сейчас это десяточку даете, а там мы договоримся, все будет хорошо, не обижу. Но, естественно, никто им ничего не дал и, в общем, народ сказал, что может квест-то это и прекрасно, но деньги не дадим. И последнее, если осталось место на этой страничке А4, то какие-то особенности, преимущества, уникальность вашей технологии, вашего производства, уникальность вашей позиции на рынке, опять же, что вы номер один типографии в Екатеринбурге, что вы там входите в тройку лидеров в Уральском регионе и так далее, и так далее. Все, что может быть аргументом для инвестора, почему именно в ваш проект или в ваш бизнес надо дать денег. Приведу пример. Перевода с такого производственно-такого самолюбовательного языка на рыночный. Подходит тоже на семинаре, человек говорит, знаете, у меня такой бизнес, я делал оборудование для нефтепереработки, малтоннажное, и у нас самый уникальный продукт, это нефтеперерабатывающий завод, который помещается в контейнер железнодорожный. Я вот кому говорю из отрасли, все говорят, это невозможно, так не бывает, но НПЗ, это же миллиард долларов, башни большие, они сумели в контейнер поместить. Я ему сразу говорю, слушайте, я знаю экспортный рынок, очень хороший для вас, кто сход догадается, куда это надо продавать. ИГИЛ, конечно, кэша много, солярка нужна, танки надо питать, трубочку сунул в нефть и, собственно, делай солярку. Я ему сказал, в Сирию мы это продавать конечно не будем, оказался прав, это было до этих бомбардировок еще. Но я говорю, что продукт, конечно классный, интересный. Кто потребляет? Ну, например, нефтяники, у которых какая-нибудь удаленная скважина, ее надо отапливать, электричество вырабатывать, и вы туда солярку везете вертолетом или вездеходом по тундре, это очень дорого, а можно было бы на месте солярку вырабатывать. Или, например, агрохолдинг, у которого значительная часть себестоимости, это топливо, и вопрос, зачем покупать ГОСТовское топливо у Роснефти, если можно сделать по техническим условиям топливо свое. И, собственно, это не гигантские деньги, там проекты единицы миллионов долларов стоят, соответственно, можно в это вложиться. И он говорит, какую вещь, что у нас нередко бывает ситуация, когда потребитель есть, но инвестиционного капитала потребителю не хватает. То есть мы, как завод, можем сделать, они, как потребитель, знают, куда им это поставить. Ну, например, сеть автозаправок региональная, небольшая, которая хочет свою солярку производить, но капитала вот этих одного, двух, трех миллионов долларов не хватает. Я спрашиваю, доходность какая? Они говорят, ну, в принципе, за год окупается, то есть, грубо говоря, треть заводу, треть инвестору, треть, соответственно, производителю, нормально. В общем, все довольны, все хорошо. Я говорю, хорошая тема, очень прикольно звучит, пороги входа не очень большие, все логично, разумно. Говорю, присылайте. Проходит месяц, ну, как всегда, собственно, проходит месяц. Присылает PDF, опять почта не может выгрузить этот PDF, долго мучительно выгружает, выгрузила, я кусочек из этого PDF взял. Вот, знаете, я каждое из слов по отдельности понимаю. Я понимаю, что это такой насос, я понимаю, что такое сырье, я понимаю, что это такой контроль качества нефти, но как-то вместе вот у меня, как частного инвестора, не складывается, да, вообще, что это, куда это, зачем это. Это то, что я назвал производственным языком, то есть, когда вы про себя любимых, своими словами, в своих понятиях рассказываете, какие вы прекрасные. И это замечательно. Только для привлечения частных денег человека из чужого бизнеса, очевидно, это совершенно бессмысленно. Я этому товарищу говорю, слушайте, ну, вот это вот могут понять ваши же нефтяники, которые и так вас знают, и так вас покупают. Мы-то говорим о частных инвесторах, которые вообще к нефти не имеют отношения, у которых просто есть лишний миллион долларов и желание высокодоходно его вложить. И после определенной работы, а это вроде кажется, там, что такое, написать страничку А4, но это на самом деле большая работа, появляется тизер на рыночном языке. Собственно, все, как я вас учил двумя слайдами ранее. Суть проекта, очень кратенько предлагаются инвестиции в малотоннаж нефтепеработку с высокой прибыльностью. Для кого? Рынок. Нефтяники, агрохолдинги, сети автозаправок, производственники, у которых много своей солярки тратится и так далее. И дальше уже следующая часть страницы это деньги, окупаемость, доходность. Вот с этим уже можно начинать разговаривать. Это уже можно засылать частному инвестору и частный инвестор может как-то отреагировать. Мое, не мое, интересно, не интересно, стоит продолжать разговор или не стоит продолжать разговор. Кстати, в связи с этой малой нефтепеработкой мы с вами про Сирию вспомнили. Я не так давно учил завод, который делает очень интересный завод, делает обтекатели носовые для всего. Для калибра, для ангары, для протона, для мигов кабины делает. То есть такое стекло и всякие сложные композитные материалы. Мавзолей Ленина делает саркофаг, в котором Ленин покоится стеклянный. Рассказывает, знаете, как чекисты принимали саркофаг Ленина, приехали, кто главный по разработке. Вот Иванов Петров. Вставайте, Иванов Петров, за стекло с маузеров стреляли, стекло цело, Иванов Петров цело. Хорошо, можно принимать. И мне на этом заводе рассказали, сейчас, товарищ майор, извините, но все свои же. Тут американские шпионы, поднимите руку. Нету американцев? Мне рассказали, почему калибр так красиво летел. Помните первый пуск калибра пару лет назад по Сирии с Каспиа? Вот это все красиво. Мне рассказали, почему так произошло. Так не должно было быть. Это вот особенности русского менеджмента. Мы как завод, один из заводов-изготовителей, который за эту носовую часть композитно отвечает, мы присутствуем на запуске. А Сирия, это же во многом такой тест-драйв. Там же очень много оттестировали оружие. И военные прошли многие через эту историю. И шоу-рум тоже хороший получился, удачный. Там закупки оружия, как в Сирии покажется, график закупок вырастает. Они говорят, мы на Каспи, значит, там все нормально, все готовится. Так, значит, и от уровня моря, подожди, запуск, ну запуск от уровня моря же считается. Йоу! Каспий на 23 метра ниже уровня моря. То есть считали от мирового океана, а кораблик-то на Каспии, а он ниже. И поэтому калибр летел первый вот этот вот на 23 метра ближе к Земле, чем ему должно было по регламенту лететь. Поэтому вот этот очень красивый шлейф получился, его вообще не предполагалось. То есть пиар-эффект получился классный, могло получиться не очень классно. И они же мне очень хорошую вещь для русского менеджмента подсказали, что русский человек делает лучше всего. Например, в нашем композитных делах новый материал это японцы. Перебирать 1115 молекул и найти 1116, которая вот прям немножечко другой прочности дает, это вот японцы. Лучше них никто. Следующий немцы. Но лучше японцев никто не делает. А, например, придумать, взять два материала, сплести их косичкой, сложить пополам, проклеить эпоксидной смолой, обвязать синий изолентой, положить под пресс, шлепнуть. И вот у того, что получилась прочность на порядок выше, чем у каждого из компонентов, это японцы и немцы делали квадратные глаза. Как сплести косичкой, как вот это вот, что называется, пытливый ум, это очень, соответственно, сильная сторона, когда надо что-то нельзя, как с нанотрубками, я вам утром рассказывал, как с транзасом. Ну нельзя же русский софт, а натовский авианосец. О, нельзя? Мы когда слушаем слово нельзя, у нас это сразу, ого-го. Вот мы тут и включаемся. Но обратная сторона, что ваши подчиненные, они тоже такие, у них тоже пытливый ум, и любое ваше управленческое, регламентное, вот то, что Павел вам рассказывал, Севожелезов, то, что вы их пытаетесь структурировать в некую структуру, они к этому относятся с таким же пытливым умом, и также придумывают, где ваш KPI или регламент можно обойти. Тоже из таких менеджерских наблюдений, когда учился в бизнес-школе, у нас один из модулей был в Нью-Йорке, и мы что-то заговорили за ЖКХ, а кто ругает русское ЖКХ, я всех в Нью-Йорк отправляю. Знаете, идешь по улице, небоскреб, небоскреб, и вот так мусор. Такие мешки с мусором огромные, потому что там профсоюз очень сильный, он не дает ничего автоматизировать, улучшать, ему сто лет профсоюзу, и мы за ЖКХ, и один из наших одноклассников, он русский, но там работает в инвесткомпании, говорит, у нас, как у многих, отопление автономное, то есть где-то в подвале стоит какой-то генератор, мини-котельная, и у хозяина здания поставлены в здание термо-датчики, которые регулируют соответственно температуру, дают сигнал в эту котельну, и холодно, и музыконодательство позволяет держать достаточно низкую температуру в комнатах, но я, говорит, эту проблему решил, как он решил эту проблему, давайте придумаем. Из холодильника лед, и на датчик, датчик думает, что в комнате 0 градусов, и посылает сигнал в котельную топить. Сколько секунд у нас ушло на то, чтобы решить эту изобретательскую задачку? 10-15? Дольше 30 секунд ни одна группа в России у меня эту задачу не решала. Некоторые начинают неправильно высказывать, например, колорифер купить, шубу, то есть какие-то тратить ресурсы. Не надо. Лед на датчик. Вот это наш метод. Когда мы это в кофебрейке в Нью-Йорке обсуждали, и он говорит, ну вот я лед на датчик. Знаете, с каким уважением немцы, французы, австралийцы, у нас очень мультинешнл была группа, у нас 85 человек из 40 стран было. Лед на датчик. Я говорю, а вы градусник не натирали, когда в школе в детстве, у них еще градусник, ну чтобы заболеть-то. Я понял, что если я вам сейчас скажу, значит, расходы на НДС на мюрлице, а доходы на упрощенном, и пешник с роялти, вот то, что я вам утром говорил, у них просто снесет крышу, мозг, и я решил, ну не настолько их погружать, так сказать, в тонкости русского менеджмента. Это, знаете как, я вам сейчас не зря все рассказываю, смотрится анекдотами, но это и сильная сторона, и слабая, и вам ее как руководителям, как предприятиям надо понимать. Я вам еще один пример приведу. Когда у нас шла активная работа по рейтингу doing business, в котором, как вы знаете, мы очень сильно выросли в последние несколько лет, я возглавлял рабочую группу по регистрации предприятий. А рабочая группа это что такое? Половина чиновники, половина бизнесмена. Соответственно, надо выработать некую дорожную карту улучшения, федеральный закон, их дальше проводить. Давайте сейчас как в Новой Зеландии, там за час через интернет и так далее. Потом начали разбираться, оказывается, не так все просто. Вот один из наших участников рабочей группы съездил на мировой съезд регистрирующих органов, где в частности выступал представитель Новой Зеландии. Она в doing business номер один по регистрации предприятий. Сингапур номер один по такому интегральному рейтингу, Новой Зеландия по предприятиям. И вот он рассказывает, как электронный через интернет за два часа. И наш рассказывает, а я встаю, ручку тяну, скажите, пожалуйста, а как вы за два часа через интернет успеваете проверить, что судом человеку не запрещено предприятие создавать, что адрес реальный, на котором он создает предприятие. Тот говорит, подождите, но ведь если суд человеку запретил регистрировать предприятие, он же не будет регистрировать предприятие. И что вы имеете в виду под несуществующим адресом? Что такое несуществующий? Страна непуганных идиотов. Тут-то мне и поперло, как в анекдоте. И когда ты понимаешь, что любой русский человек сразу моделирует так, значит, налоговые каникулы, вот когда опора России отстаивала, два года налоговые каникулы для начальников и предпринимателей, я как член президиума опоры говорю, ребят, ну что я, как русский человек, первое дело, о, какой обнал удобный получится, да? Это 0%, да, прям сразу. Отдавайте себе отчет, как в Библии Господь говорит евреям, жестоковыйный народ. Вот мы же стыковыйный народ. У нас очень тысячу лет тяжелая история и тяжелой природы такой вот. На улицу сейчас выйдешь и, в общем, как-то все так бодрит. И поэтому в менеджменте тоже просто KPI, просто бизнес-процесс, просто какое-то распоряжение, команда, которая бы сработала с немцем или с японцем, у нас, к сожалению, нет. У нас приходится прокладываться вот этими так, как он здесь нагреет этот датчик, как он здесь охладит этот датчик. Рассказывали на производственном одном предприятии. Значит, есть контроль качества. Закупили какую-то суперкрутую систему, которая автоматически, электронно контролирует качество на выходе с конвейера. И из немецкого офиса приходит через некоторое время головной офис немецкий. Благодарность. Вообще суперфилиал. У вас качество 99,99. Такого не бывает. Ну, как бы вот вы номер один в мире по качеству. Посылаем делегацию для обмена опытом. Делегация приезжает. И, в общем, так оказывается, что люди сделали рабочие, а у них KPI же, зависит же от качества. Они сделали 10 идеальных этих двигателей, или что там они делали. И, собственно, эти 10 идеальных двигателей вот так и гоняли через пропускающую систему. Ну, а остальные своим чередом. Немцы почесали репу, придумали супер-мега-систему, RFID-метки, еще что-то, значит, что уникальный двигатель, вот только этот двигатель. Наши придумали, как отпаривать эти RFID-метки и переклеивать на идеальный, идеально собранный двигатель. И там дальше, я не помню всю историю, оно накручивалось еще в несколько вот этих вот заходов. Ну, проще было уже качественный двигатель начать делать. Не, это неинтересно. Ну, это банально как-то скучно. Дело принципа, да. Вот правильно подсказать. Дело принципа. Соответственно, вот эти моменты русского менеджмента, они такие любопытные. И на них надо обращать внимание, когда вы читаете менеджерские книжки про Джобса, про Маска и так далее. Вот дайте Джобсу наших, нашего какого-нибудь. Кто там, Дулин, да? Он же из Челябинска, да, по-моему, Дулин? Да, вот дайте ему Дулина и посмотрим, как он ваш RFID-метку отклеит. Это небольшое ответвление, чтобы вас чуть-чуть развеселить, потому что вечер уже так все подустали, естественно. Теперь смотрите, это была сторона, как взять деньги в свой бизнес. Первое, с чего вы начинаете, сформулировать этот тизер, сформулировать его с интересов инвестора и рынка, а не себя любимого. То есть показать рыночным языком. И, собственно, с этим уже можно начинать разговор. У кого хорошие проекты есть, подходите, мне сбрасывайте на e-mail и, соответственно, может какой-то инвестор и появится. Я с вас ничего за это не возьму, пока инвестор не проявит конкретного интереса. Проявит, возьму, ну я вас учил утром, да? Кто продаст бизнес через несколько лет, не забудьте там как-то поблагодарить Глеба Алексеевича, который вовремя идею подкинул. Теперь смотрите, оборотная сторона вопроса. Если вы сами инвестор или думаете им стать, а вообще очень правильная вещь не держать все яйца в одной корзине. Очень многие бизнесмены, к сожалению, очень сильно увлекаются своим бизнесом и любовь к своему бизнесу доводят до неприятных последствий. То есть ты все туда, все в этом бизнесе. Я вам расскажу два кейса. Первый кейс, гватемальский кейс, Недавно прошел калининградский завод, Гватемала. Кто видел? В коммерсанте был? Не видел? Ой, расскажу. Изумительный кейс. Владелец завода в Калининграде взял миллиард рублей в ВТБ под поручительство свое, жены и дочки. Дочки совершеннолетние, тоже работают в бизнесе. Не смог отдавать. Уехал в Гватемалу. Не спрашивайте, почему в Гватемалу. Видимо, ему показалось, что как-то там быстрее, удобнее, дешевле. Паспорта там купили, фамилии поменяли, стали Хуанами, Лопесами, Пересами. Это все в статье описано. Можете просто в Яндексе набрать. Коммерсант, кейс Гватемала. ВТБ их нашел через какой-то интерполовский такой специальный коммерческий интерпол. В гватемальском суде они рассказывают, что кровавый режим, рейдерский хотел забрать завод, но знаете, как-то не прокатило. Гватемальский суд решил, что кровавый режим недостаточно кровавый. Короче, отцу семейства 19 лет, жене 17, дочке 14, без права условно-досрочного. Я не знаю, сколько людей надо было убить в России. Если есть юристы, подскажите, сколько надо людей убить, чтобы 19 лет и еще без условно-досрочного. Еще в гватемальскую тюрьму, которая, я не думаю, что она намного комфортнее российской. И статья завершается, значит, что все, апелляцию они проиграли, еще что-то они проиграли, а теперь выдвигают второе обвинение в отмывании этих же денег. То есть 19 лет это за то, что кредит не вернул, а еще сейчас за то, что эти денежки отмыл. Я думаю, ничего себе люди диверсифицировали бизнес-риски. Вообще молодцы. Так что, когда поручительство даете кому-нибудь, вы не думаете, что если большой белый красивый банк, то он не это. Ну, хотел там старший кредитный инспектор, стать очень старшим кредитным инспектором, хотел звездочку на погону. И, в общем, сделал красивый кейс. Правда? Теперь любой другой заемщик подумает, прежде чем как-то слишком быстро убегать и ничего не отдавать. Другой кейс. У меня был клиент, который на первой встрече рассказывает про свои дела. Я провожу диагностику, что в бизнесе, что в личных активах. И, значит, спрашиваю, какие есть кроме бизнеса активы? Какие-то? Недвижимость, депозиты, фондовый рынок, пассивный доход. Ничего нету. Я говорю, как? Ну как, надо больше денег. Джип новый хочу купить, я с бизнеса больше забираю. Надо меньше денег, я в бизнесе больше оставляю, бизнес развивается. Я говорю, вы с ума сошли? Вам 55 лет, у вас шестеро детей, у вас инжиниринговый бизнес, который завязан полностью на вас, на ваши мозги, на ваши контакты, и вы сейчас мне говорите, что у вас нет ничего, кроме бизнеса. Ну это безумие. И дальше он полгода в течение всей нашей работы вытеснял этот разговор. То есть я эту тему поднимаю, он говорит, ну да, ну вот сейчас давайте про усиление продаж лучше поговорим или как исполнительного директора искать. Ну хозяин, барин, давайте про усиление продаж поговорим. И потом звонит, говорит, Глеб, я должен отменить нашу ближайшую встречу, к сожалению, должен взять паузу. И вот что такое. Авария на объекте, money back, минус четверть годовой выручки, крупный клиент, соответственно клиент такой, что надо все быстро вернуть, иначе гватемальский кейс получится. Как же вы были правы? Я понимаю, что если бы сейчас было что-то кроме бизнеса, какие-то депозиты, активы, вид на жительство желательно, не в Гватемале, а в какой-то более приличной юрисдикции, то у меня были бы варианты. Сейчас у меня никаких вариантов нет. И мне страшно вам сказать, у каких частных инвесторов под какие условия и под какие проценты он искал деньги. Все обошлось, вырулил, но седых волос добавилось и расплачивается до сих пор с этими частными займами. И вот это очень важная вещь, о которой бизнесмены забывают. Ни в коем случае нельзя держать все деньги, весь свой капитал в одном своем бизнесе. Причем, как правило, нету никакого специального желания задушить какой-нибудь отдельный малый бизнес или кого-нибудь там специально отобрать, посадить. Просто вот хомячок шел по обочине, а мимо проезжала танковая дивизия. И случайно зацепило хомячка. Никто хомячку ничего плохого не хотел. Ну вот, майору хотелось стать подполковником. Бывает? Бывает. Случается иногда. Или конкурент у вас что-то захотел сильно вашего. И вот на эти все моменты важно иметь что-то вне бизнеса. Теперь вопрос, где? В депозите и в однушке с 3% годовых. Грустно. То есть, в общем-то, логичная идея, вынув часть денег из своего бизнеса, вкладывать их не только в сверхконсервативные активы, как жилая недвижимость или депозиты, или может чуть более агрессивная коммерческая недвижимость, но и в бизнесы другие тоже. И в этом смысле опять у нас предприниматель становится инвестором, но инвестором не только в свой бизнес, но и в чужие. Собственно говоря, я сказал, почему нельзя инвестировать, нельзя инвестировать все свои деньги только в свой бизнес. Теперь как же инвестировать деньги в чужие бизнесы? Здесь сразу приходят в голову стартапы, какие-то покупки долей и так далее. Вот от этого я бы хотел вас отговорить. Потому что в большинстве случаев что в юношеские стартапы, что во взрослые стартапы, это такое очень странное занятие, которым можно заниматься для души, но ни в коем случае не для доходности. Приведу пример. После аналогичного семинара два человека, совладельцы компании, клининговый бизнес, пару сотен миллионов в выручке, договорились мы с ними о консультациях и они говорят, Глеб, пассивный доход, независимые активы, это очень важно, вот спасибо, вы нас убедили, это прям важно-важно, у нас все в бизнесе. А клининг это же дело такое, весь смысл бизнеса и ESM не платить, поэтому собственно завтра к тебе могут прийти и ты ничего не можешь с этим сделать. И мы решили, и мы сделаем первую пассивную инвестицию, у нас друг открывает ресторан в Москва-Сити и мы входим в 10% ресторана и даем ему под эти 10% денег. Я говорю вам, сказать, как я думаю на самом деле или вежливо в рамках консультантской этики, или вы мне сами расскажете 100 способов не заплатить вам никаких дивидендов никогда и не вернуть вам эти деньги и похоронить их вместе с этим рестораном, аминь. Да, правда, а мы думали, это инвестиция или нет, это не инвестиция. Какие я рекомендую инвестиции в бизнес и как сам делаю? Это не догма, это не единственный возможный способ, это то, к чему я пришел путем долгих кровавых проб, ошибок, потерянных денег, потерянного времени, потерянного времени и денег клиентов, с которыми мы обмениваемся инвестиционным опытом. Это выжимка, скажем так, моего взгляда на вещи, которую я не навязываю, но она может пригодиться. Первое. Только прибыльный, действующий, эффективный бизнес. Все кассовые разрывы, все нам дожить до зарплаты, все вот у нас тут немножко просело, но она несомненно подрастет, и на это нам надо денег. С 90% вероятностью это будет кровь, слезы, грусть, и если это не бизнес вашей жены, который вам зачем-то надо спасти, хотя и в этом случае тоже, может, лучше. Умерла так умерла, и пусть жена чем-нибудь другим займется, на наемную работу пойдет. Чужие бизнесы спасать своими деньгами очень странное занятие. То есть только прибыльный бизнес, которому дополнительные деньги дадут возможность дополнительного развития. Это можно показать. Вот у нас эффективное кондитерское производство, у нас возникла хорошая рыночная ситуация. Мы к двум конвейерам можем добавить еще третий конвейер, дайте нам на это 20 миллионов рублей. Очень понятная, логичная история. Второе. Длинные проекты. Не очень верю, не очень люблю. Конечно, теоретически кому-то в это надо инвестировать, но как тот же Дональд Лоу говорил, слушайте, ну какой бизнесмен в здравом уме полезет в производство? Это же святые люди. Это же 20, 30, 40 лет окупаемости. Любой нормальный бизнесмен движимый только бизнес амбициями купит торговый центр, сдаст его в аренду и успокоится. И будет прав. Собственно, это было к тому, что любое приличное государство должно иметь промышленную политику. Это у нас был блок по промышленной политике. И что вот эти мифы, что бизнес все растает по своим местам, государству надо отвязаться и не вмешиваться, оно так не работает. Вся южнокорейская промышленность, кстати, я недавно с большим удивлением узнал, прочитал такую книжку Хаджун Чанг, 23 мифа о капитализме. Почитайте, посмотрите, это гарвардский профессор. Я не знаю, как бы не распяли на воротах Гарварда за эту книжку, потому что он такие вещи крамольные говорит. Например, что южнокорейская модернизация 60-х. Президент Южной Кореи, по счастливому совпадению обстоятельств, у него фамилия началась на П, и его тоже много раз избирали. Много-много, пока не умер. Демократически избранный президент Южной Кореи вызвал к себе владельца текстильной компанией LG и под угрозой уголовного дела и отлучения от госсубсидий заставил его заниматься электроникой. А для понимания, ну, представляете, 60-е у вас, текстиль дешевый, труд дешевый, вы прекрасно все это продаете. Электроника конкурировать с японцами в 60-е это бред сивой кобыла. Но железным жезлом загнали их в это дело, и сейчас Южная Корея в электронике себя чувствует очень хорошо. Также их загнали в судостроение. Судостроение вообще безумие. Это 100 лет окупаемости, это очень много математики, очень много физики, это очень большие дядьки могут себе такое позволить. И очень много таких примеров и китайская модернизация, и Facebook, и Tesla с их государственными грантами. То есть думать, что как-то бизнес сам по себе пойдет в длинное сложное производство, маловероятно. Поэтому я как патриот производственные проекты и длинные поддерживаю, как частный инвестор я от них воздерживаюсь. Пусть идут в фонд развития промышленности, там берут под 5% в годовых в рублях, и все будет хорошо. Кстати, у кого производственные проекты есть, знаете, если не сталкивались, фонд развития промышленности, очень крутая структура, есть под 5% в рублях кредиты, от 150 миллионов рублей до 500, и есть под 1%, совсем интересная история, но там, естественно, определенный профиль, импортозамещение должно быть, еще что-то, и они очень открыты, у них Facebook очень хороший, внятный, почитайте, для кого это актуально. Соответственно, я как частный инвестор смотрю на быстро оборачиваемые вещи, ну, условно говоря, летом дикороссы, клюкву собирают, чернику, куда-то в Европу отгружают, и понимаешь, сколько оборотки не вбрось, она все равно окупится, потому что ты 10 миллионов рублей запускаешь в сеть сельпо, у тебя фура уезжает, и вдруг получается уже 15 миллионов рублей за 3 дня, ну, если ты умеешь это правильно делать, логистически и всячески экспортно, и естественно сюда можно капитал вбрасывать хоть под 500 процентов годовых, он все равно будет работать. Только залоги и поручительства, то есть всякие истории про партнерство, про доверие, про акции, про доли в ОООшках, это знаете как, как только становишься дольщиком в ОООшке, и что-то идет не так, ну, ты же партнер, ну, мы же партнеры, ну, надо же потерпеть, поэтому нет, заем, собственно, физлицовый заем за физлицом, удобнее бегать, чем за юрлицом, залоги, залогов не хватает, поручительства, причем простая вещь, поручительства небольшие, например, один человек, поручившийся на 10 миллионов, будет убегать с этими 10 миллионами поручительства, а допустим, 10 человек по 500, ну, 500 так или иначе закроешь, 3 кредитки возьмешь в банках, и, в общем, никуда не денешься. Только фиксированные проценты, это очень важно, займующий лиц, с фиксированной доходностью, с фиксированными процентами, ежемесячными выплатами, и как только нарушается дисциплина этой выплаты, день, два, три, это повод очень громко бить тревогу, и никаких ты партнер, давай потерпи мне, это повод сразу делать больно, начинать забирать залоги, поручительства и так далее. Вопрос, если там есть залоги и поручительства, почему банки не прокредитовали? По миллиону причин. Приведу пример проекта, люди ремонтируют трактора, и у них конкретный совершенно в Калининграде запрос, ребят, ликвидируем маленький стройотрядик, 20 тракторов, поддержанных, ну более-менее там что-то сломано, что-то не сломано, хотите быстро сейчас за наличку забирайте, ну надо решить дня 3-4, а потом уже сдаем в металловом. Дешевле, но все-таки хоть что-то выручим. И они знают, что во Владивостоке у них есть потенциальный покупатель на примерно такого рода трактора, но постоплата, юрлицова и так далее. Вопрос, какой банк сможет такое прокредитовать? Поднимите мне веки, вообще что такое трактора, поддержанные, в Калининграде, дайте мне месяц на скоринг и размышления, а потом после скоринга я понимаю, что под такой залог я должен резерв создать 100% от собственно того, что я выдал, то есть бизнеса нету. Это как в 90-е, помните, мы можем вам дать кредит, только вы положите депозит такого же размера в наш банк, и мы вам с удовольствием дадим кредит. Вот примерно такая ситуация получается. Поэтому ни один банк в здравом уме ничего не даст, хотя у людей могут быть и залоги, и квартира какая-нибудь, и машина, и те же трактора, хоть они и не очень ликвидная история, но все-таки как металлолом они что-то стоят. Соответственно, есть масса ситуаций, помните, 30 триллионов, из которых 5 триллионов закрыли банки, 250 миллиардов закрыли микрофинансисты, и оставшиеся 25 триллионов не закрыты. Вот там очень много таких ситуаций. У нас, например, полегрюла, это торгушка из 5 миллионов компаний, половина это торгушка. И, соответственно, если у тебя торговля хорошо идет, такими тюльпанами под 8 марта, какой-нибудь черной икрой под Новый год, там есть такие пиковые истории, любую оборотку вбрасывай под любые проценты, под любые условия, все равно бизнес это переварит. И все равно даст доходность и бизнесмену, и инвестору. И вот такие ситуации, разумеется, их надо искать. В этом смысле мне легче. У меня есть пайплайн проектов, то есть ко мне подходят, предлагают какие-то вещи, какие-то бизнесы в моем контуре как консультанты появляются. У меня есть такие инвестиции прямые, ну, например, человеку надо выкупить долю партнера в лесопилке, он готов за это платить 4% в месяц в рублях под залог личного автомобиля, личной квартиры. Почему нет? Опять же, никакой банк это прокредитовать не сможет. Ну, это просто взрыв мозга. Это странно и неудобно. А решение опять принять быстро. Ну, то есть откупаешь, не откупаешь, иначе там все бросаем, разъезжаемся, разбиваем все тарелки. У меня есть также такие инвестиции, сделанные не лично персонально, а через такие своего рода микрофинансовые структуры, которые этим занимаются. Там получается меньше доходности. Естественно, это уже не 3% в месяц, а, допустим, 20 годовых, 25 годовых, 18 годовых. Но зато я снимаю с себя головную боль скоринга, взыскания этих залогов и так далее. То есть я из, грубо говоря, 50% годовой доходности, которая в конце провода там возникла, я поделился с половиной, но зато за оставшуюся половину я сплю более спокойно. Кому это интересно, после выступления скажите, дайте визитку, могу познакомиться. Очень интересные ребята. Тьфу-тьфу, вот почему тут постучать. СМСка из онлайн Сбербанка по-прежнему пока приходит, все хорошо, капает с доходностью, соответственно, от 20% годовых. Вот в такие истории, как предмет для частных инвестиций, я очень верю. Теперь очень большая жирная звездочка. Только как часть портфеля, только для квалифицированного инвестора, желательно для инвестора-бизнесмена, который сам может оценить бизнес-проекты. В этом смысле бабушке ни в коем случае не надо делать такую инвестицию. Но если вы предприниматель, если вы понимаете, условно говоря, что такое поддержанные автомобили, как их ремонтируют, то прокредитовать под ремонт поддержанных автомобилей под какие-нибудь те же самые 10% в месяц или 5% в месяц, а почему нет? Если вы в этом разбираетесь, если вы понимаете, какие там риски. Соответственно, я рекомендую вот такие сегменты выбирать близкие к вам, то, что вы понимаете хорошо. Естественно, в тех регионах, я знаю, что здесь не все из Екатеринбурга, кто-то из других городов, в тех регионах, где вы хорошо иметь знакомого адвоката, но еще лучше иметь знакомого прокурора. Нет, неправильно сказал. Хорошо иметь своего адвоката, но еще лучше иметь своего прокурора. Вот так эта поговорка правильно звучит. То есть если у вас есть инструменты взыскания задолженности, если вы понимаете, как устроен этот рынок, этот сегмент, я абсолютно уверен, что в ближайшие 5-10 лет это будет гигантский тренд. Потому что я вижу такие инструменты, появляющиеся и в разных отраслях, и в разных городах. Вот это закрытие дырки между банками и частным бизнесом, вот эти 25 триллионов недостаточного капитала, вот они, собственно говоря, здесь. Теперь, подходя к завершению выступления, я хочу проанонсировать совершенно не относящуюся к бизнесу вещь, но которая очень важна, интересна и в которую я вас хочу пригласить. Для нас всегда тайм-менеджмент был не просто какой-то бизнес-темой или бизнес-тренингом. Это была всегда некая общественная активность, общественная инициатива, общественный резонанс. Мы всегда и школьников учили, и студентов, и кафедру тайм-менеджмент в свое время создали. И в какой-то момент мы решили это оформить юридически, и мы создали общественное движение, которое называется Лига Время. Назвали его так в память, в дань уважения, почтения к Лиге Время, которое действовало в Советском Союзе с 1923 по 1926. Это было очень интересное движение, очень сильные люди его возглавляли, очень классные книжки написали до сих пор, не потерявшие актуальности. Если помните, это новая экономическая политика, это хозрасчет, то есть там все эти внедрения на предприятиях, консалтинг и так далее, индустриализация, естественно, электрификация, все это шло рука об руку, и наши деятели Лиги Время, Керженцев, Гастев, Ерманский и прочее, очень много в это дело внесли. И, кстати, вот когда мы в Макдональдсе видим фотографию лучшего сотрудника месяца, такая любопытная история. Алексей Капитонович Гастев, член Президиума Лиги Время, был дружен с Генри Фордом, и они обменивались по переписке всякими новостями из области организации труда, и Гастев поделился своим опытом развешивания фотографий лучших сотрудников. Генри Форд это внедрил на заводах Форда, а от Форда уже это пошло как классика нематериальной мотивации, и сейчас нам это в бизнес-школах преподают. Вот какими извилистыми путями управленческое знание иной раз ходит. Мы создали эту Лигу Время, она принципиально бесплатная, то есть там нет никаких организационных взносов, все мероприятия Лиги Время обязаны быть бесплатными, и основной формат деятельности Лиги Время это тайм-менеджерские клубы. Мы помогаем людям создавать тайм-менеджерский клуб. Это что это такое? Это нечто в каком-то смысле противоположное тренингу по тайм-менеджменту. Тренинг это когда вы собрались на 1-2 дня и прокачались большим количеством техник, потом вышли, положили под подушку книгу Глеба Архангельского, и через год пришли на конференцию подписать Глебу Архангельскому книгу, верю, что может хотя бы так оно передается, потому что книга все это время пролежала под подушкой. Почему? Потому что, конечно, тайм-менеджмент, вообще саморазвитие, самомотивация, это изменение себя, это очень трудно. Это надо делать каждый день по чуть-чуть, а за 2 дня тренинга или конференции это не делается. Тайм-клуб это прямо противоположная вещь. Это когда вы берете человек 10, 12, 15, оптимальное количество 10, 12 ваших друзей, знакомых, коллег, и раз в месяц встречаетесь с ними на 2 часа, и по определенной программе, которую мы даем, проводите с ними встречи вот этого клуба, посвященные каждой какой-то одной конкретной технике. Например, техника планирования дня, или техника стратегической картонки, или техника лягушек. И, соответственно, у людей есть возможность поделиться личным опытом, привязать это все к какой-то своей реальности, а у меня вот такие цели, а у меня не такие цели, а у меня такой план, а у меня не такой план. И что очень важно, в конце принять то, что мы называем ТМ-договоренностью. Что я буду делать до следующего раза? Я могу сказать, как это на мне действует. Я захаживаю в Москве на ТМ-клубы регулярно, не как председатель движения, а как, собственно, рядовой участник. И вот я на одном клубе ляпнул, никаких экранов за 2 часа до сна. Это очень вредная штука, не только потому что читаете всякое говно, извините, да, фейсбучики вот эти, которые замусоривают нам мозг, чем не надо, но еще чисто физиологически, перед сном вот эти вот мерцания, мелькания, это очень нам неорганично. Я возьму да и ляпня, что вот я хочу воздерживаться за 2 часа до сна, никаких экранов. Бумажная книга, сказку ребенку почитать, еще что там, в бассейн сходить, но никаких экранов. Знаете, как работает? Ночью в фейсбуке бывает, полезешь, а думаешь так, ну и хочется что-нибудь сказать, так, сейчас скажешь, увидят. Так, что, Глеб Алексеевич, а где твои 2 часа до сна-то? Вот если увидите меня ночью в фейсбуке, то вы можете… И вы знаете, эти механизмы коллективной репутации колоссально работают. Потом через месяц приходишь, и собственно, каждое начало клуба, первые полчаса, это делимся опытом, как это прижилось, не прижилось, как прижилось. Всю методическую обвязку под эти темп-клубы мы вам даем и даем бесплатно. То есть вам достаточно на сайте Лига Время РФ заполнить там очень простая форма регистрации в качестве сторонника, то, что вы разделяете ценности Лиги Время, которые на этом же сайте написаны, и написать в поле комментариев, что дайте мне методические материалы, хочу создать клуб у себя в компании, со своими друзьями, в своем церковном приходе, где хотите. У нас очень разные люди в очень разных местах создают клубы. Мы высылаем тематический план, высылаем материалы к первой встрече, там есть видеоролик, есть плакат специальный, есть пустографки. Вы это проводите, публикуете репортажи у нас в фейсбук-группе, и чем активнее вы это делаете, тем больше мы вас методически поддерживаем и вовлекаем в это движение. И еще раз подчеркну, эта история предельно бесплатная, то есть я насмотрелся в опоре России, как долго и мучительно собирать членские взносы и понял, что лучше мы скажем, что это все всегда, как это в фейсбуке написано, это бесплатно и всегда будет бесплатно. Вот здесь это также так. Кому интересно в эту тему погрузиться чуть подробнее, с 19.30 до 21.00, я полезно заполняю время до самолета, на третьем этаже, в каворкинге образовательного центра, в переговорной номер 2, я расскажу подробнее про Лигу Время. Там будет некоторое количество людей по открытым источникам пришедших, я дал анонс в своих соцсетях и кто-то из вас туда может подойти. Я надеюсь, что мы поместимся, там небольшая человек на 20, переговорка, но в крайнем случае кто-то ляжет на пол с винтовкой, кто-то встанет в углу и там я полтора часа более подробно расскажу, как это устроено, как это работает, какой тематический план. Всем, кто в теме самомотивации и тайм-менеджмента заинтересован, рекомендую послушать, потому что мы поняли очень простой принцип. Тайм-менеджментом нельзя заниматься в одиночку. Ну не работает. То есть надо вместе с кем-то, погрузив себя в поле людей, которым тоже небезразлично, этим заниматься. Вот это небольшой анонс, как это, call to action, то есть два call to action после моего сегодняшнего выступления. Первое, это упакуйте свой проект под частные бизнес-инвестиции. Второе, это приходите к 19.30 в третий этаж, коворкинг, переговорная номер 2. Обещали там поставить красивые красные таблички с логотипом Лиги Время. На этом, друзья мои, огромное спасибо за внимание. Битриксу спасибо за приглашение. Я получил большующее удовольствие от общения с вами. Надеюсь, что вы тоже не разочарованы. Продолжение следует...